МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это много лет я хотел поставить, рассказать историю Хаджи, но никогда не мог придумать, как ее рассказать. И однажды понял, что нужно рассказывать не про Хаджу, а про Ишака, потому что мы больше похожи все на Ишаков, чем на наших учителей. И так появилась идея сделать спектакль о Ишаке Хаджи и о последнем пути Хаджи, потому что это, наверное, мы все знаем много анекдотов про него, но это первый раз история о том, как закончилась его физическая жизнь. Так он живет среди нас в своих историях. Инна помочь организовать это и познакомила меня с Эльгизом. И мы вот, я рассказал историю, Эльгиз записал замечательно, и тот текст удивительный, поэтичный, который вы слышали сегодня. А дальше спасибо этому замечательному острову, или полуострову, я не знаю, как его назвать, острову, на котором проводится этот уникальный фестиваль, лаборатория, где у нас с Эльгизом была возможность вместе с замечательными актерами эту пьесу просто попробовать разыграть. Вот так мы здесь и оказались, в этом градовались. Я бы еще хотел, чтобы музыканты себя назвали, потому что это очень важно, по-моему, чудесная работа и компания, по-моему, чудесная работа. Субтитры создавал DimaTorzok Как так? Жена знает, а сам Хаджа не знает, какой он сам настоящий. Потому что Хаджа, жена видела Хаджу спящим, а Хаджа никогда не видела. С тобой невозможно серьезно поговорить. Я не вижу творца и мира, а жена мне написала, что сбежит сегодня ночью и спрячется вон в тех кустах. А, пришли уже? Лежать всем! Лежать, я сказал! Вера, ложись давай! Вера, ложись давай! Халва? Сейчас будет котлетка. Спасибо. Как вас зовут? Вера. Вера. Ишак, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ты чего лежишь? Да. А что мне делать? Ну, мы же шли спасать твою жену. Мы сейчас идем. Нет. Сейчас мы просто бездействуем. Мы не движемся к нашей мечте. Послушай, Ишак. А о чем ты мечтаешь? Чего бы ты хотел? Во время постановки сколько импровизационной части присутствует? Очень много. Очень много. Очень много, потому что время препятствий очень короткое. У нас было всего там, не знаю, недели. Обычно бывает там месяц, наверное, я не знаю, как в театре. И, естественно, такой короткий срок предполагает, что актеры будут что-то искать в процессе уже работы со зрителем. Поэтому они искали вот до сих пор. Это у меня? Да. Вы знаете, я даже этот не планировал. Он случился. А давайте мы планируем еще. Ну, аппетит приходит во время еды. Я думаю, что это замечательная, удивительная возможность родить текст. Потому что текст рождается не на бумаге под пером автора, а он рождается вот так, когда есть коллектив и когда есть зритель. И сразу становится все видно, сразу становится понятно. Так что это как форма работа над сценарием. Я всегда фильмы делал, поэтому работа над сценарием вместе с актерами и со зрителем – это удивительно правильный метод. Я надеюсь, что лаборатория, как вот сейчас произошла в этом году, собрались же режиссеры кино, которые ставили спектакли. Поэтому это удивительная вещь. Мы ее, думаю, должны продолжить и приезжать сюда репетировать другие спектакли «Аватар». Три, два, один!